да друзья не ту я пленку купил думал ну уж тоненькая тоненькая пленочка будет получше на разглаживаться а нет она с загибами так квадраты остаются посмотрел в интернете рулонами оказывается продают спасибо за вчера за полезные комментарии по поводу этой пленки что есть жидкое стекло пленка посмотрел да действительно есть по два сантиметра уже заказал вот новую пленку но я то я резать не буду куда нибудь пригодится что-нибудь накрывать или еще что-нибудь такое фух у нас друзья вторые сутки ветер бешенячий ощущается как минус 10 хотя на самом деле всего минус 5 вот ветер я сегодня потеплее как капуста оделся значит походу в этом году походу в этом году новоселья у мамы не будет вот как бы это печально не звучало ничего тишина люди люди соседи мамины мама горит вчера звонил вечер приезжай сегодня все вот вы не положит привези мне то-то 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 тот я поэтому вчера ездил в аптеку в пункты интернет заказов ну и заодно в магазин купить то чем вам попросила а вот сегодня вот с утра но не совсем с утра время 8 время 8 вот расцвело недавно только и вот вчера до разговариваю с мамой с мамой она говорит соседи грудь что там соседи грида звонят соседи там чуть ли не каждый день в администрацию ну говорят ждите ждите ваш дом был запланирован на переселение на 25 год мы его хотели тоже вместе с соседними домами которые на 24 год думали успеем в этом году три дома два соседних и ваш но вот пока что ждите вот так что рано обрадовались то что письма помните прислали весной сказали что все до конца года изымем участок под вашим домом муниципальные нужды а вас расселим но вот два соседних дома расселили мамин дом который на 25 год был и хотели в этом году пока что ждем в общем в любом случае этот как процесс будет необратимый все равно это произойдет потому что программа значит соседи и мама вот помните мама рассказывала что она еще там 2 2 квартиры сбросились из 8 на экспертизу этого дома и успели по программе до 16 там какого 16 года подать документы на этот дом на что он аварийный на расселение поэтому по программе именно этот дом он попадает подр именно расселение а уже все остальные до после 16 года уже в программу там денежной компенсации что ли финансовая компенсация то есть людей сам по программе не расселяют жилье вопрос денежку дают какую-то а уже люди на то что могут купить все то и покупают вот и все вот такая вот штука на вот что еще хотел сказать вчера тоже там пару комментариев не сказали почему тебя во дворе нету фонари у меня есть фонарь на углу горит он у меня на ну вот 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 он дом вот и вот прям как раз вот тут вот прям на углу щас не видно за это деревянные ты он у меня горит фонарь уже много лет я его сделал с фото датчиком элементом наверное года четыре уже горит или пять даже много его сразу сделал как но как вот забор что даже не забор да ну в общем его сразу же в первый второй год сделал этот справа у меня был на движение датчик движения как у соседа сейчас датчик движения у него постоянно лампочка горит это срабатывает просто трассы срабатывает у меня вот тоже было первый датчик был над входом еще пристройку я не делал пристройку к дому не пристраивал сразу такой датчик повесил и знаете стоишь на кухне раз видишь время там чего-нибудь 12 ночи 1 и свет загорелся там на улице ты на часы такой 12 ночи такой так-то 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 2 к двери подходишь прихожки нет при пристройке не было сразу просто входная дверь и ним покрытая и глазок и так знаете в глазок такой тык смотришь там никого а свет горит вот понимаешь там что собак никто нигде не бегает а свет загорается и вот когда вот так он начал у меня этот загораться такой все эти ночь в раз загорится одно с одной стороны вроде бы как и хорошо думаю что но незваных гостей отпугивает да вот но ты же не знаешь званый незваный вообще что такое как полтергейст какой-то ну и все я решил больше эти датчики на движение не ставить а фотоэлемент знаете чтобы не заморачиваться темнеет он раз включился светает раз выключился все вот поставил уже много лет этот горит светильник но он раньше ярче был там половина уже этих диодов перегорела он же уличный вот и в снег и в зной и все и в дождь загорается поэтому электричество у меня есть датчик у меня висит все тут освещает мне вот а то что я вчера просто снимал в машине сидел в машине тут ну какие фонари то в самой машине вот темно плюс машина почему фонаря нет когда мне в машину вешать что ли а здесь под навесом мне фонарь не нужен потому что у соседей горит фонарь включается и тут вообще как днем вот так ладно я друзья мои еду к маме полный он задержки пакетушки набрал мамусечки вот все все по заказу ну и что-то даже больше чем заказ мама уже себе ни в чем не отказывает вот раньше там стеснялась такой давай то ну а я же и лапшина уж навешал что точу привожу это у меня знакомые вот там этим занимаются это мне то это мне все потом там магазине у меня карточка скидочная по акции то все и мама такая ну ладно да хорошо раз так давай вези мне это то все вчера хотел язык говяжий купить на новый год охлажденный не замороженный охлажденный не могу найти в магазине обычно где покупал думал маме как всегда там на новый год взять но и себе язык он что за новый год без языка вареного до оливье язык и красные крылья все вот больше ничего не хочу на новый год готовить не знаю но может быть и сейчас просто настроение просто сейчас я это как вот к новому году лишний вес сбрасываю вот поэтому это ничего не хочу ничем не не надо и все такое прочее вот машине уже жарко стало вот так вот вчера вчера в горчички попарился и все сегодня еще нос даже не закапал но вроде бы нормально чувствую там кто-то мне ну не кто-то знаю одна подписка постоянно пишет там не на иностранном языке что так часто болеешь каждые два дня я к не каждые два дня болеют вам может просто кажется что вы одно и то же видео смотрите каждые два дня нет я болею я не болею на самом деле но о чем и сопли что ли у вас нет но бывают сопли то что я рассказал там там сопли потекли ну чуть болезнь что ли вот попарился там да и все чаек с медом попил вчера четкинулся у меня малинового варенья нету малинового и клубничного тоже вот куда все делалось непонятно так ладно друзья поехал я к мамуськи к мамочке к мамочке сороки у нас летают нас такой сорочий что там у нас уже замерзла цыганская которая текла она сейчас там замерзает в начальном пути он она не дотекает даже видно по дорожке по дороге у меня задний стекло заднего вида он стекает из канализации у него и замерзает там не дотекает аж мороз все чтобы мусорная машина у меня здесь под окнами не разворачивалась положил не видно за сидением положил прям на дорожку выкатил чуть пупок не надорвал два больших здоровых этих бетонных блока всего смотрю в окно до них доезжает и останавливаться разворачивается а какое-то время ходил говорил вернул что зачем вот ты горит и на такой тяжелой машине там сколько тонн вы сюда мне на дорожке наезжаешь даже наезжал я видел в окно не успел выскочить лещей надавать прямо на дорожку который мы с дедом царством небесное укладывали взлетную тут посадочную полосу она уже волнами пошла наезжают прям на нее а зимой так вообще она под снегом не видно все попромяли ее а без толку ругаться потому что они меняются постоянно водители вот постоянно разные водители вот и ты же не будешь бесконечно бегать каждому объяснять что суда заезжать нежелательно на таком транспорте ну и все решил думаю сейчас я все равно туда не подъезжаю просто положу блоки выкачу ну в общем как этот строитель древний египетский выкатил эти блоки положился как бабушка отшептала ладно друзья все еду а то за рулем да вообще сегодня чего выходной суббота машина гудит на шипах по асфальту еще не прогрелась хорошо все все мамка выглядывает вон в окошко все давай открыла простынешь все давай все с мамой съедем